Продолжаем обсуждать микроархитектуру МИК-1 и сегодня будет обсуждаться в том числе ее расширение что можно сделать с тем, что мы в прошлый раз вывели чтобы сделать немножко быстрее процессор то есть мы в прошлый раз проектировали внутренности процессора с начала до конца практически ну, за исключением того, что мы пока не знаем как реализуется арифметико-логическое устройство, регистры, декодер и схема сдвига там еще была вот, эти подробности, эти детали мы изучим с вами на уровне цифровой логики который будет рассматриваться в следующие две лекции то есть через неделю, через две недели то есть мы до конца узнаем как, на чем базируется вот та микроархитектура которая в прошлый раз была сегодняшняя лекция, она имеет такую двоякую цель я хочу сразу вот как бы постараться смотивировать вас то есть с одной стороны мы как бы будем обсуждать как делать быстрые процессоры но это вы понимаете, чистая наука такая можно долго это обсуждать с одной стороны с другой мы будем сравнивать вот те ускорения, те оптимизации, которые будут предлагаться с прошлым, ну вот начальным вариантом МИК-1 и по идее это должно помочь лучше понять МИК-1 который в прошлый раз там может не все до конца поняли и понять как для него пишутся микропрограммы потому что следующая лабораторная будет посвящена как раз написанию микропрограммы для МИК-1 то есть вернее ее расширению целиком микропрограмма реализующая набор инструкций JVM она уже есть, даже на странице курса я ее там опубликовал и в домашней есть соответствующие вопросы в прошлом домашнем были такие вопросы в этот раз вот, ну и на лабораторной мы будем ее расширять мы будем добавлять инструкции в набор инструкций JVM и реализовать каждую инструкцию заново как бы с нуля в микропрограмму так, ну, дописывать соответственно эту реализацию уже в микропрограмму которая вот там опубликована на странице курса и запускать это на соответствующем симуляторе то есть такой тоже есть, который позволяет эти программы выполнять значит, что сегодня я хочу я хочу, чтобы вы вспомнили, во-первых, как выглядит тракт данных основная вычислительная часть микроархитектуры МИК-1 есть сколько-то там, восемь что-ли или сколько-то в прошлый раз девять насчитал этих самых регистров арифметикологическое устройство, две шины пока полноценные шина B и шина C соответственно для одного из оперантов ALU и для результата операции ALU ну и схемы сдвига это шина C вот в прошлый раз мы, значит, обсудили, что для реализации основного цикла процессора процессор работает в режиме взять очередную инструкцию и выполнить ее это бесконечный цикл вот основной, ну, на самом высоком уровне это действие выглядит вот так вот Fetch это команда подхватывания или выбор инструкций оперативной памяти она загружается в регистр МВР и потом выполняется правилов и компания еще раз предупреждаю, что я вас выгоню если вы будете болтать здесь тонкий момент, я напоминаю, состоит в том, что GoalToМВР происходит по значению лежащему в регистре МВР с прошлого Fetch а не с вот этого который внутри этой микрокоманды а с последнего Fetch ну или теперь уже можно говорить предпоследнего потому что Fetch, как и любое обращение к памяти выполняется за один полный цикл работы вот этого тракта данных то есть здесь еще здесь лежит пока старое значение МВР таким образом у этой микрокоманды которая все время повторяется после выполнения каждой инструкции у этой микрокоманды есть инвариант как говорят это условие, которое всегда верно оно заключается в том, что к началу выполнения этой микрокоманды в регистре МВР должен лежать под очередной инструкцией которую мы собираемся выполнять в большинстве случаев этот инвариант поддерживается тем, что просто прошлый раз, когда мы заходили сюда этот Fetch работал и вот для следующего захода в main1 результат предыдущего main1 будет как раз таким и в Fetch предыдущего main1 будет лежать на МВР если это работает если у вас инструкция без аргументов просто раз мы в конце разобрали реализацию двух инструкций это инструкция сложения, которой нет аргументов для нее вот этот вариант именно за счет этого выполняется что просто был прошлый main1 который сделал Fetch значит следующее выполнение main1 будет делать boot MBR благодаря прошлому Fetch чуть сложнее инструкция loadk которую я хочу напомнить реализацию тоже если кто-то забыл, пропустил и так далее она посложнее как и любая инструкция с одним параметром или больше чем 100 параметров она что-то делает с регистром MBR и соответственно она должна позаботиться чтобы к следующему выполнению main1 в MBR лежала все-таки следующая инструкция сейчас вот если вы заходите в выполнение в loadk в MBR будет лежать результат Fetch'а который подхватит на самом деле число k то есть если вы зашли в load значит предыдущий MBR у вас был это коды load'а и следующий байт который вот этот Fetch захватит это байт с номером k то есть с номером локальной переменной напоминаю смысл этой самой инструкции состоит в том, что она катую локальную переменную загружает на вершину стэка ну таким образом адрес вершины стэка должен увеличиться и ну это где-то в конце наверное какой-то из 3-4 пункта и предварительно нужно чтобы записать что-то на стэк разумное нужно загрузить локальную локальную переменную это делается легко потому что у нас есть регистр RLV хранящий адрес начала текущего кадра локальных переменных текущего экземпляра работающего под программы и k нужно просто добавить смещение k к этому значению львы соответственно делать чтобы что-то к чему-то добавить в такой микроархитектуре мы должны одно из слагаемых положить в h вот здесь это делается на первом шаге потом мы складываем с h как раз значение k которое было подхвачено fh в предыдущем в MBR fh еще раз загрузил k в MBR здесь единственно добавляется буквочка U это деталь про которую я тоже в прошлый раз говорил если вы помните MBR можно загружать на 32-разрядную шину это 8-разрядный регистр можно расширять либо нулями до 32 разряда либо не нулями а знаковым битом то есть знаковое расширение в данном случае когда пишется буквочка U имеется ввиду расширение нуля ну то есть это не очень важно для нас на самом деле просто я это поясняю что вы там не сильно боялись ну то есть неприятно когда есть непонятные буквы в конце написаны да а если там не нулями а знаковое расширение то там без букв просто да насколько я помню просто MBR это вот в каких-то других инструкциях нужно вот не в лоуде там а когда вот аргумент действительно там какая-то константочка которая может быть положительной k всегда положительной это номер локальной переменной поэтому он понимается как число беззнаковое ну не отрицательно да а есть команды у которых аргумент это константа которая уже положительной отрицательной это да да здесь нужно MBR вот и мы читаем эту каталлокальную переменную то есть это вот у нас LV получается в регистре H плюс число K и LV плюс K как раз дает адрес каталлокальную переменную и нужно делать read ну как обычно пока идет read еще раз нам нужно подождать целый полный цикл здесь увеличивается адрес вершины стэка потому что еще раз load увеличивает содержимое стэка добавляет копию к этой локальной переменной значит вершина стэка растет в прошлый раз я не обратил ваше внимание никто тоже не сказал что как бы такая ситуация такой рост стэка отличается от x86 и от MIPS потому что ну в большинстве реальных архитектур стэк растет вниз чтобы увеличить стэк нужно что-то отнимать обычно здесь поскольку сильно упрощенный набор инструкций здесь не требуется вот ну если вы помните MIPS там объяснялось почему стэк растет вниз потому что вверх растет куча область динамических динамической памяти если хотите вот если у вас сладкий слово не использует вот поэтому со второй стороны как бы ему на встречу растет стэк здесь никакой динамической памяти нету вот в этом наборе инструкций нет таких понятий поэтому не резервируется такое место поэтому можно стэк вкладывать ну как обычно по порядку то есть идут какие-то там код данные глобальные потом стэк который может расти здесь он растет вверх адреса у нас по-прежнему в словах я напоминаю то есть плюс 1 это означает плюс 4 байта на самом деле и здесь как раз вот этот принципиальный момент который происходит когда мы хотим соблюсти вариант о том что к следующему main1 где-то в конце здесь будет вот у main1 мы вернемся в заголовок цикла мы должны иметь в mbr адрес инструкции сейчас у нас в mbr как мы и обсудили лежит k соответственно чтобы там лежал индекс следующий как это бинарный под следующей инструкции нужно сделать fetch где-то посреди колонны и здесь же делается write по той причине что у нас это не связанные как бы вещи здесь я говорю мы заботимся о вот этом варианте основного цикла а write делается потому что благодаря вот этому ригу пришли результаты пришло значение kd локальной переменной через цикл и теперь это значение мы можем записать на вершину стейка по адресу mr равном msp плюс 1 по адресу да можно еще одновременно и идти нет насколько я знаю нет и я думаю что даже некорректно их а нет корректно их перекрывать да перекрывать можно одновременно ну и последняя 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 срочка говорит о том что нужно помнить второй вариант важный чуть менее важный может быть ну или просто более простой о том что копия вершины стейка всегда хранится в регистре тос здесь этот вариант соблюдается то есть мы кладем копию вершины стейка это вот мдр который пришел к четвертому циклу благодаря вот этому риду этот мдр это новая вершина стейка значение катавокальной переменной поэтому мы ее копируем в тос и как обычно в конце переходим в основной цикл вот в этот вот заголовочек это краткое ну не очень краткое напоминание того что в общем то то к чему мы пришли в прошлый раз это была наша цель то есть написать такую микроархитектуру которая способна выполнять какой-то разумный набор инструкций вот и JVM это разумный набор инструкций это почти целая джава там без плавающей точки и без такой объектных скажем так наморочек расширений вот на самом деле такой ну вот если брать какой-то C правда тоже не сказать чтобы C потому что указателей там нету никаких наверное вот какой-то такой простой императивный язык легко скомпилировать в JVM и я этот пример тоже компиляцию приводил в прошлый раз еще я в прошлый раз сделал такой комментарий что вот я здесь вон в виде написал тракт данных только но где-то наверное ближе к концу уже прошлой лекции была больше картинка которая изображала микропрограмму устройство хранящее микропрограмму память декодер там и то как оно связано с трактом данных это была вот полная картинка процессора и вот это пример реализации процессора в котором устройство управления реализовано вот в таком виде память в которой хранятся микрокоманды они там как-то связаны как список там значит который иногда видится я не упомяну что на самом деле сегодняшние дорогие процессоры вот которые там интеловские я не знаю что вообще процессоры настольных компьютеров они стремятся от микропрограмм избавиться и целиком поручить на самом деле выполнение вот этих вот действий перехода вернее от ну фактически переход от одного состояния к другому с помощью более простых комбинационных схем так называемых мы немножко позже проговорим про комбинационные схемы я просто хочу так сказать здесь апеллировать пока мы еще не знаем это понятие к вашей интуиции и к обсуждению которое было уже несколько ну довольно давно правда лекции по процессору по-моему там говорилось такая нехитрая штука что любое действие любую задачу можно как запрограммировать так и запаять вот то что мы сделали в прошлый раз это фактически мы запрограммировали процессор потому что мы написали микропрограмму и сохранили ее в память точно так же эту память можно заменить комбинационной схемой схемой которая вычисляет по каждой предыдущей микрокоманде там результатом работы ALU вычисляет следующее значение то есть не хранит эти команды такая схема экономичнее обычно чем память но сложнее сильно ее сложнее спроектировать чем просто наклепать себе вот там 512 умножить на 36 бит была память это простая организация очень ее дешево заказать сделать и так далее и легко программировать легко такие процессоры делать работающие поэтому такие более простые решения они используются достаточно широко на дешевых процессорах а именно на процессорах которые стоят в микроконтроллерах в том числе во всяких устраиваемых устройствах там в этих микроволновках спиральных машинах и так далее для настольных процессоров это все меньше сейчас актуально хотя если говорить именно о x86 процессорах то есть процессорах которые реализуют этот набор инструкций x86 длинная тяжелая история там очень много инструкций когда у вас вот такой сложный цисковский набор инструкций то реализовать аппаратно устройство управления довольно сложно и на самом деле в процессорах имеет место следующая вещь часть инструкции реализована аппаратно какое-то ядро самое важное условно говоря инструкции и часть инструкции таких периферия как бы менее важные более редко встречающиеся реализованы микропрограммами и когда инструкция приходит на процессор нам решается либо ее на микропрограммную часть так сказать выдавать либо исполнять ее с помощью аппаратного устройства управления вот то есть это разделение вот такое принципиальное о нем просто нужно иметь представление то что мы сделали это вот где-то половина мира реформирования ну создания процессов вторая половина состоит в том чтобы отказываться от памяти да хотя вот в части тракта данных который тут изображен разницы никакой нет то есть тракт данных есть везде здесь набор регистров здесь залу эти вещи абсолютно общие потребности так ну вот теперь несколько мыслей или несколько параметров которые можно оптимизировать то есть лекция все-таки посвящена обсуждению как сделать этот процессор побыстрее есть несколько вот ключевых параметров которые всегда стараются оптимизировать для того чтобы получить более быстрый процесс при этом часто здесь возникает конфликт между желанием получить быстрый процессор и получить дешевый процессор то есть естественно более быстрые получаются более дорогими и наоборот ну и можно вот посмотреть на примерах значит какие есть параметры да позволяющие там решать эту проблему в одну сторону или в другую делать более быстрый или более дешевый процессор число циклов на одну инструкцию мы видели что каждая инструкция JVM выполняется в среднем там тремя четырьмя ну бывает пятью там какие-то это по-моему самая сложная данная InvolveVirtual которая ответственно за вызов под программ там что-то типа девять микрокомманд ну в среднем это число где-то три-четыре пять может быть и вот это число можно пытаться оптимизировать то есть каждую инструкцию можно пытаться выполнять чуть быстрее то есть избегая каких-то дополнительных действий самый простой пример того как сделать уменьшить количество микрокомманд необходимых для реализации инструкции например в прошлый раз вот по-моему даже это всплывало идея есть вариант отказаться двухшинной архитектуры это очень упрощенная архитектура перейти к более полноценной более разумной на первый взгляд трехшинной архитектуре трехшинной означает что и вход а и вход б соединены с полноценной шиной на каждую из них можно вывести любой из регистров даже вот по этой реализации очевидно можно выиграть за счет такой за счет такой микро архитектуры потому что не потребуется вот этих действий по переводу каких-то значений в регистр аж в основном для того чтобы сделать бинарную операцию какое-то например сложение вот если у нас есть полноценные две шины для входа а для входа б то мы делаем такое сложение за один цикл а не за два как вот здесь в этом регистре и примеров можно приводить много и сегодня будет еще один пример того как можно сделать чуть быстрее вот именно в этом смысле то есть немножко сократить количество циклов для выполнения одной инструкции дальше можно пытаться сокращать время которое требуется на работу одного цикла один цикл это одна микрокоманда ну или время которое требуется на выполнение одной микрокоманды оно понятное дело связано опять-таки с здесь скорее вот уже не с программой а связано больше со скоростью работы схем которые входят в весь этот процессор здесь часть схем не показано это естественно ну в первую очередь самая сложная схема это АЛУ оно может работать быстрее может работать медленнее и это очень простой выбор то есть вы можете опять-таки это целая наука как спроектировать быстрый АЛУ быстрый АЛУ дорогие и наоборот значит медленные дешевые если у вас есть возможность покупать более быстрый АЛУ то вы можете делать более быстрые циклы и ну по циклам еще можно здесь такой параметр то есть тем более может вам близкий это тактовая частота процессора фактически длина цикла это ну там только частота это нужно вы знаете из курса физики там что-то поделить на что-то ну перевернуть то есть частота тысячи там как там 2 гигагерца это 2 миллиарда операций в секунду соответственно чтобы узнать сколько одна операция в секунду нужно там как-то что-то на что-то поделить одна двухмиллиардная секунды совершенно верно вот вот это вот и есть длина цикла которую можно выиграть за счет постановки например более быстрого АЛУ это очевидная как-то вещь есть вещь менее очевидная если вспомнить полную схему процессора которая приводилась в прошлый раз там была такая деталька что мы номер регистра который вываливался на шину В открывался на шину В мы этот номер кодировали то есть мы говорили что мы не хотим хранить 9 бит которые говорят о номере регистра мы хотим хранить номер значит непосредственно в двоичной системе счисления и за счет этого мы в прошлый раз сэкономили 5 бит эти 5 бит это хорошая экономия потому что опять таки микрокоманд у нас там ну память по крайней мере под 512 микрокоманд поэтому сэкономили мы на самом деле 512 умножить на 5 бит это там несколько 2 килобитта наверно или сколько там 256 мегабайт 256 байт просто но опять таки по меркам больших или дорогих процессоров это ерунда по меркам маленьких процессоров и дешевых это вполне хорошая экономия однако эта экономия заставила нас вести так называемую схему декодера на прошлый раз на этой полной картинке она приводилась То есть вам перед тем, как сигнализировать одну из этих белых стрелочек, нужно было номер перевести вот в эти 9 как раз контактов. Преобразование из номера конкретно в один из 9 сигналов выполняла схема под названием декодер. Эта схема, как и любая другая изыгральная схема, имеет свое время срабатывания. То есть все эти вещи делаются не мгновенно. Они, понятно, по нашим меркам делаются быстро, то есть это какие-то там мили или даже наносекунды сегодня. Но это все занимает время. То есть мы сэкономили память, так сказать, удешевив архитектуру, но мы ввели дополнительную схему, которая очевидно влияет на длину цикла. То есть она замедляет работу вот этой всей схемы в целом. И естественно, если мы готовы отказаться от нее, мы готовы поставить память большую, не экономить те самые 512 на 5 бит. А хранить вот именно девятки бит, в которых в каждой девятке взведем только один. Тогда мы можем сделать, убрать этот декодер. Это приведет как раз к более быстрому процессу выполнения одной команды и сокращению как раз длины цикла. Это можно сделать, но за счет большей памяти. Соответственно, мы должны будем за это лучше заплатить, но процессор получится более быстрым. Вот это типичный пример, как получается компромисс между скоростью и быстродействием. Ну и наконец, есть традиционная, так сказать, мысль о том, что нужно пытаться выполнять не одну инструкцию, последовательно загружать на процессор, там ее выполнять до конца, потом загружать следующую, ее выполнять до конца. Нужно сразу несколько инструкций загружать и начинать, пока одна выполняется, уже начинать выполнять вторую. Ну, когда говорят параллельность, часто в воображении, там из геометрических соображений, возникает ощущение, что нужно одновременно, полностью одновременно выполнять их, как бы синхронно, если хотите. Это не всегда так. Есть разные подходы к параллелизму. У нас была там целая лекция по поводу того, что параллелизм бывает разный, там параллелизм по данным бывает, там симпт, мимт и сист, основные три способа организации параллелизма. Вот сегодня в конце, если позволят там время и наши силы, мы дойдем до одного из примеров реализации параллельной такой архитектуры, а именно конвейерной архитектуры, которая является примером систем параллельной архитектуры. Вот, значит, есть много способов реализовать любую из этих идей. Здесь перечислены три основных, сегодня фактически они вот идут рассматриваться. Ну, еще там они маленькие будут, как в качестве разминки, четвертые. Но вообще можно каждый из этих параметров еще раз реализовывать многими разными способами. И я не успею, естественно, рассказать про самые продвинутые, как обычно, то есть я рассказываю базовые, у нас самый курс базовый. Я сделаю пару комментариев про то, что сегодня происходит с процессорами, которые пытаются делать быстрее. Ну, вот один пример, даже на самом деле два примера, просто тесно связанных. Это, во-первых, например, спекулятивное исполнение. Эти оба, на самом деле, обе эти организации, они предполагают параллельную архитектуру. То есть, вы пытаетесь выполнять сразу несколько инструкций. Вот у вас есть там следующие пять инструкций, например, вы все пытаетесь отгрузить и все выполнить. Одновременно, например. Значит, это, ну, как сказать, бывает по-разному. То есть, вполне возможно, в случае, когда это легко сделать и никаких проблем нет. Есть и те, что у нас случаи, достаточно часто, когда проблемы есть, когда эти инструкции как-то друг с другом связаны. Дальше вопрос, как они друг с другом связаны. То есть, в современных процессорах достаточно большой блок, всегда есть анализ зависимости между инструкциями. То есть, если одна инструкция один и тот же регистр, значит, один регистр пишет в него, а вторая инструкция следом из него читает, то это проблема. Значит, вы их совершенно одновременно, наверно, выполнить не сможете. Ну, на самом деле, последовательность инструкции далеко не все такие вредные. Есть более мягкие конфликты, которые между двумя инструкциями могут быть, которые мешают распараллеливанию, параллельному выполнению. Вот, например, если подумать про инструкции ретвления, реализации условного оператора. Представьте, у вас есть ветки ZEN и ELSE, как обычно, и вы, на самом деле, не знаете, какую вам выполнять. Вот у вас эти несколько инструкций лежат подряд. В начале ветка, предположим, покажут ветки одна инструкция, по ветке ELSE одна инструкция, по ветке ZEN одна инструкция. Вы хотите их обе выполнять, но, на самом деле, вы знаете, что вам их обе не придется выполнять. Потому что условный оператор, он как устроен? Мы вычисляем условия, выполняем либо одно, либо другое. Поэтому получается так, что пока мы не вычислим условия, это предыдущая инструкция метрления обычно на это и jump, который в x86, j, вот что-то там, либо в jvm это там branch они называются, и в x они branch называются. Пока вы этот branch не выполните, вы не будете знать, выполнять вам следующее ZEN или ELSE. Ну вот, спекулятивное исполнение говорит о том, что если у вас есть ресурсы для выполнения нескольких инструкций, то вы можете вообще не заморачиваться и не думать о том, пойдете вы по ZEN или по ELSE, а выполнить обе ветки. Это вот называется спекулятивное исполнение. И потом, когда вы будете уже знать результат сравнения, условно говоря, да, результат вычисления вот этого условного выражения, то вы можете определить, какой результат вам понадобится. либо результат по Z, либо результат по IELTS. Это можно выбрать и, значит, как бы его применить, скажем так. Ну и связанное с этим тоже с условными операторами, ну на самом деле условный оператор это я так говорю неформально, может, чтобы вам как-то проще это воспринималось, ветвлениями являются не только условные операторы, ветвлениями, например, являются циклы. В практике вы должны это знать, что у нас циклы вполне легко реализуются теми же самыми jump'ами, что и условный оператор. И вот как раз циклы это хороший такой источник, когда вы почти всегда знаете, в какую сторону ветвиться. Представьте себе, то есть большинство программ, они как любят. Там программисты напилили циклы с миллионом итераций, в цикле что-то делается. Вот один цикл заканчивается, потом что-то еще делается, потом снова цикл начинается, еще в период итераций. И вот, когда вы, пока вы доходитесь в цикле, вы почти всегда знаете, что за каждой следующей итерацией будет переход к началу тела цикла, к началу очередной итерации. То есть, часто ветвления не равнозначны, как бы. То есть, почти всегда происходит ветвление в какую-то одну сторону. Это общее, так сказать, соображение. Можно его еще обобщить, сказать, что на самом деле мы, даже если не знаем, что это цикл, просто какой-то джамп стоит, то мы все равно можем попытаться понять, куда он будет ветвиться заранее, до вычисления условия, по которым он ветвится. И вот это вот называется прогнозирование ветвлений. Ну, то есть, в случае с циклом, если там жестко заканированное количество итераций, то, грубо говоря, процессор это может учитывать. То есть, он может у себя какой-то счетчик поддерживать и не, реально, каждый раз не проверять какое-то это условие, записанное в наголовке цикла. Значит, что есть еще? Ну, переименование регистров. Это вот проблема вытекающая, в принципе, например, спекулятивное исполнение, когда вы вычисляете z и else, и z и else оба, например, пишут что-то в регистрах x, то вопрос, как бы, как это одновременно выполнить. Если две разные инструкции хотят, две разные ветки, например, условно оператора, хотят записать что-то в один и тот же регистр. Ответ очень простой, опять-таки. Если у вас процессор крутой, все эти оптимизации делаются на достаточно хороших процессорах, дорогие, то у вас есть дополнительно память, которую вы можете использовать, например, для того, чтобы отображать в разные участки памяти регистры x, для одной инструкции и для другой инструкции. То есть, вот эти вот регистры, которые мы используем на уровне набора инструкций, еще раз подчеркиваю, что тут нужно относиться как к интерфейсу, и как там это реализовано, на самом деле, никто не говорит, что есть какая-то конкретная ячейка на процессоре, которая называется AX. Про это речь не идет. То есть, на самом деле, в разные моменты исполнения программы AX может называться совершенно разные ячейки, и более того, сразу несколько разных ячейок могут называться AX для разных инструкций, вот если вы реализуете спекулятивное исполнение участка. Ну и иногда встречаются неприятные инструкции, все-таки, которые зависят друг от друга. И иногда эту проблему можно решить перестановкой. Это еще одна общая идея, она состоит в следующем. Вот высокоуровневые языки отличаются от низкоуровневых тем, что в высокоуровневых часто у вас одна строчка, ну, каждая строчка выполняет миллион действий очень сложных, и переставить обычно две строчки в высокоуровневом языке сложно, потому что они какие-то сложные вещи делают, и обычно порядок важен. В низкоуровневых языках, типа вот ассемблеров, которые мы работаем там на практике, вы можете сами попробовать проанализировать любую из своих программ и убедиться, что всегда, почти в любой программе найдется пара инструкций, порядок которых не важен. То есть их можно переставить, запустить программу, и получить тот же самый ровный результат. И вот это можно использовать для оптимизации, то есть опять-таки нужно проанализировать, что это действительно можно сделать, какие анализаторы в процессорах стоят. И дальше, если это требуется для каких-то последующих оптимизаций, опять-таки для того же там спекулятивного исполнения, или для прогнозирования, это можно сделать. Ну и что-то еще, да, последняя совсем тривиальная вещь, о которой мы говорили, когда обсуждали оперативную память, это кэш-память. Я про нее уже ничего говорить не буду, по-моему, значительная часть того, что я рассказывал в первом модуле про кэш-память, как она устроена ассоциативность там, логовитмы совмещения, а все вот это вот от Эдинбаума как раз в этой главе про микроархитектуру в частности написано. Ну, написано там чуть по-другому, мне как-то нравится как, но тем не менее, значит, мы как бы считаем, что иногда, удобно считать, в данном случае в мик-один, мы считаем, что у нас данные из памяти загружаются всегда за один цикл. Фактически это означает, что мы подразумеваем кэш-память, потому что, конечно, в реальности загрузка оперативной памяти обычно занимает больше времени, чем один так. Но можно пытаться разбираться, как ее вести, так, чтобы было все удобно. Мы, еще раз повторю, сконцентрируемся сегодня на третьих трех оптимизациях, то есть мы тоже уже обсуждали, что инструкции выбирать удобно отдельно, потому что это, вообще говоря, блок не связанный с выполнением конкретной инструкции, с отложениями, с сочетаниями. Трехшинную я уже почти обсудил, мы убедимся просто на паре примеров, что трехшинная архитектура действительно какую-то пользу приносит. И, ну вот, в конце, все мы делаем на карьеру. Еще раз мы будем оптимизировать разные параметры. Вот в данном случае первый раздел оптимизирует то, что называлось на прошлом слайде длина пути, вернее, на прошлом слайде называлось количество микрокоманд на одну инструкцию, это вот первый раздел был, ну, здесь число циклов на одну инструкцию, это называется длина пути у Тейненбаума, ну, я вот не дописал за счет исполнения, потому что так совсем непонятно какого пути, по идее, ну, вот, количество микрокоманд на одну инструкцию. Можно уменьшать по-разному. Один из вариантов прошли на архитектуре я уже обсудил. Здесь есть еще один вариант, состоит он в том, чтобы вспомнить про то, что main1 каждый раз выполняется, это означает, что на самом деле у вас если нужно там три микрокоманды на инструкцию, то нужно еще считать, что у вас main1 на самом деле может быть, и поэтому каждую микропрограмму для каждой инструкции вы должны практически один прибавить, который учитывает исполнение цикла main1. Вот этот цикл main1, основной цикл, ну, здесь заголовок цикла называется, его иногда можно немножко постаравшись размазать по выполнению инструкции. То есть не выносить его отдельно, а во время выполнения одной инструкции заметить, что простаивает либо блок загрузки из памяти, либо ALU, чтобы увеличить PC, там PC плюс 1 делается в цикле main1. Вот какие-то из этих моментов увидеть, что что-то используется неэффективное и эту неэффективность использовать для того, чтобы выполнить main1 как бы досрочно. Пример сейчас у вас последует, значит, ну, вот main1 надо было сразу перед глазами поставить, то есть нужно делать следующее, то есть нам нужно найти циклы, в которых свободно устройство, еще раз, загрузки из памяти, контроль зашины памяти, там я в прошлый раз называл, либо свободный аутшут, который позволяет нам делать PC плюс 1. Есть, кстати, здесь еще одна мысль не связанная, непосредственно со слиянием, это такая мысль, что действие PC плюс 1, оно на самом деле не требует полноценного арифметикологического устройства. арифметикологического устройства, мы в прошлый раз обсуждали, оно умеет очень много функций разных, логических, арифметических, унарных, бинарных, здесь делается унарная операция плюс 1 всегда, и это повторяется при выполнении каждой инструкции, поэтому еще одна очередная мысль для ускорения, которая здесь возникает, это организовать себе отдельное устройство, которое умеет делать только плюс 1, и пользоваться отдельным этим устройством для увеличения PC. Так тоже можно делать, так иногда делают, но здесь это непосредственно пока что не обсуждается. В какой-то момент на самом деле мы дойдем до этого. Значит, ну вот, на самом деле таких инструкций, которые легко позволяют размазать или слить основной цикл с выполнением инструкций, их не очень много. Одна из таких инструкций это снятие слова совершенно стека. Если подумать, что там нужно делать, смотрите, мы совершенно стека умеем очень хорошо снимать, по идее, потому что мы на практике это все время делаем, хотя мы там не программируем процессор, но задачу мы там решаем похожую. Вы когда на практике вызываете по программу, у вас получается что? Значит, вы кладете несколько моментов на стек, делаете пуш-пуш-пуш, потом гол, и потом вы, по идее, должны очищать стек. Очищать стек можно по-разному, наиболее разумный вариант делать ADD-SP, то есть явно изменять адрес начала вершины стека. И эта разумная мысль, она здесь точно так же работает. То есть мы можем, у нас есть регистр SP, тут уже внутренний, и на уровне микропрограммы мы можем уменьшать вполне, уменьшать, потому что у нас стек растет вверх, поэтому уменьшать адрес начала, ну и адрес вершины стека. Это правильно, с одной стороны, и казалось бы, что это и все, что нужно делать, но на самом деле, если немножко подумать, то понятно, что вот все-таки нет. Нужно еще, нужно еще какое-то действие для того, чтобы корректно реализовать поп, при этом сохранить все варианты, о которых говорилось чуть выше, в том числе, вот на первом слайде, когда я вам лоут показывал, я говорил о двух вариантах, если вы вспомните, то вы можете легко сказать, что еще нужно сделать. ТОС нужно снизить. Да, нужно, у нас есть регистр ТОС, который должен хранить вершину стека, очевидно, что операция поп, она изменяет вершину стека, это новое значение, нужно загрузить из памяти, сохранить ТОС. Ну, поэтому, получается вот такая интересная реализация с пустым циклом. Мы уменьшаем адрес вершины стека и читаем то значение, которое в оперативной памяти лежит. мы это значение, когда оно придет из памяти, можем записать легко в ТОС. Проблем нету. Печальный факт состоит вот в этом пустое место, которое нужно ждать, пока произойдет загрузка из памяти. И здесь действительно делать вроде как ничего. Ну, поэтому, очевидная идея состоит в том, что перевести вот эти вычисления с моей на один перенесли хотя бы для инструкции по внутрь ее реализации. Ну, как вы думаете, вот здесь три примерно можно сказать действия. Это увеличение АПЦ, это загрузка из памяти и это переход по значению с МБР. Что во вторую строчку можно записать из вот этого перечисленного? Как вы думаете? увеличение АПЦ и загрузка из памяти. Загрузка из памяти нам значит как бы портит МБР через цикл, но у нас через цикл уже ничего нет, поэтому нам все равно. А текущий МБР мы не используем. Да. действительно, мы вот эти два действия можем перенести сюда, а вот это Голту МБР что с ним делать? Вместо Голту Мейн. Вместо Голту Мейн. То есть поскольку Мейн сюда Мейн влили, то нам уже в Мейн идти не нужно, нам нужно будет идти в МБР. Совершенно верно. Получается вот такая анализация, где эффективно используются все составляющие вот этого нашего тракта данных. Нету простоя. То есть две трети перенесены на второй цикл и последняя треть здесь заменяет этот Голту Мейн заменяется на Голту МБР. К сожалению еще раз повторю таких инструкций немного которые позволяют это сделать поэтому ну это хорошая оптимизация но она работает только для малого числа инструкций. Дальше будет рассмотр оптимизация которая работает для большего числа инструкций. Трущенная архитектура про которую я сказал и на примерах как выглядит лоуд давайте сделать перерыв пять минут можете подумать хотя бы через пять минут догадаться сколько циклов понадобится для лоудов совершенно восьмидесяц восьмидесяц восьмидесяц